Библейский урок Это Марка 6 глава, Матфея, Луки, там где говорится о нашем Господе Иисусе Христе, когда Он пришел в свой город Назарет. Также мы с вами сегодня поговорим о применении примера нашего Господа Иисуса Христа, то есть земной профессии, которую имел. Мы поговорим с вами о влиянии Иосифа, который был назван отцом Иисуса Христа, который заботился об Иисусе Христе. Также каждый из нас в практическом занятии по нашим группам мы сможем с вами посмотреть в взаимоотношения, библейские примеры, взаимоотношения отцов с сыновьями. Наставничество, которое давали отцы своим сыновьям, библейские примеры. Ну и безусловно, это наше применение. Как у нас в семьях это получается? Есть ли у нас наставничество, есть ли у нас понимание той роли, которую Бог дал нам, чтобы наставить наших детей, сыновей, дочерей, приготовить их к личной жизни. Давайте мы помолимся, начиная наше сегодня братское общение. Господь, мы благодарим Тебя, что сегодня можем собраться на наш этот библейский урок, на братское общение, братский завтрак. Мы благодарим Господь, что Ты с нами. Мы благодарим Тебя, наш Господь Иисус Христос, что Ты являешься лучшим для нас примером. И мы просим, благослови наше сегодняшнее общение. Мы просим, Господь, благослови каждого, также из полной силы Святого Духа, увидеть, как я могу сегодня служить в своей семье, служить для детей, которых Ты вручил, Господь. Служить также для детей, которые приходят на служение сюда в церковь, служить для следующих поколений, для молодого поколения. Господь, если Ты также учишь и для младших, и для старших сегодняшний урок, и дай, чтобы мы это могли применить и служить Тебе лучше, там, где Ты ставишь каждого из нас. Аминь. Я думаю, что эта тема сегодня очень-очень для нас важная. Эти взаимоотношения, поколения наши взаимоотношения с сыновьями и с дочерями, которых Бог нам вручил. Может быть, мы также, кто уже старше, подумаем о том, что наши дети уже выросли, они самостоятельные. Но Господь может тоже показать нам через те уроки, которые мы будем смотреть сегодня из Писания, как мы можем так же самое и на наших детей, которые уже самостоятельные, повлиять. Итак, тема «Земная профессия небесного мастера». И мысль нашего сегодняшнего урока — это посмотреть, как встретили Иисуса Христа в Его городе, где Он вырос. И мы можем с вами сейчас так же прочитать несколько текстов, потом посмотреть маленький ролик, когда наш Господь Иисус Христос пришел в тот город, где Он вырос. Как Его встретил этот город, Назарет. Но основной аспект нашего рассуждения сегодня — это, безусловно, посмотреть, почему Христос именно был назван как плотник там, когда Он пришел Назарет. Если у вас есть Библия с собой, даже, может быть, электронные Библии или печатные Библии, я хотел бы предложить просто три отрывка, чтобы мы сейчас зачитали. «Пожалуйста, братья, кто-то откройте Марка, 6 глава, с 1 по 6 стих». Второй брат может из другого стола, пожалуйста, открыть. «Потфея, 13 глава, с 54 стиха». И третий брат, пожалуйста, откройте. «Луки, 4 глава, с 16 по 30 стих». Мы, в принципе, уже знаем, что плотник — это не только тот, кто в сегодняшнем, как у нас понимание, работает с деревом. Плотник — это строитель. Слово оригинальное, греческое «плотник», оно переводится как «тектон» и сегодняшнее слово «технология» или «архитектор». Где-то, в принципе, «архитектор» тоже. Вот это слово как раз «тектон» используется в современном слове «архитектор». То есть плотник — слово, которое оригинально здесь используется. «Приветствуем, Николай Михайлович». «Приветствуйте до всех нас». Это «ремесельник», это «строитель». Это же самое слово использовалось, когда говорилось о кораблестроителях. То есть тот, кто был мастером по строительству, мастером работы с деревом, мастером работы с твердых материалов. Мы с вами видим, что когда пришел наш Господь Иисус Христос в Назарет, Он провозгласил, что Он Мессия. Но аспект, который мы сейчас рассматриваем, Это взаимоотношения Иосифа с Иисусом. Когда мы с вами здесь прочитали братья о том, что жители Назарета также знают его семью, Они говорят о Марии, они упоминают братьев Иисуса Христа. Иосиф уже не упоминается в это время. Скорее всего, что мы можем видеть, что к тому времени, когда вот Христос прошел и проповедовал в Назарет, Иосиф уже умер. Но было влияние, влияние Иосифа на жизнь Иисуса. И я хотел бы как раз, чтобы это был наш основной сегодняшний месседж, основной для нас пример, который мы можем также рассуждать на нашем ощущении и молитвенно также думать, в конце мы об этом поговорим, участие каждого из вас, с применением, какое я влияние делаю на своего сына, дочь. И хороший пример, если на нас также имели влияние наши отцы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Итак, возвращаемся к нашему теперь участию общему. Мы посмотрели взаимоотношения Иисуса Христа и Иосифа. Каждый из нас взял какую-то тему взаимоотношения отца с детьми. Пожалуйста, кто готов поделиться для нас сейчас, что вы увидели в этих библейских примерах взаимоотношений? И когда каждая группа поделится, мы также еще обязательно применение посмотрим в сегодняшних условиях. Потому что я хочу, чтобы вы на это обратили также внимание, применение. Какие у нас есть взаимоотношения с нашими детьми. И уже когда мы читаем послание Павла Тимофея, мы находим вот это оповещевание и конкретную цель для Тимофея, чтобы он стал действительно для него вот этим духовным сыном. Он рассказывает, насколько важно то, что он принял. И уже во второй главе он даже говорит, то, что от меня принял, и научи других. Он говорит о важности служения церкви, наставничества, чтобы делать учеников, учеников, которые будут распространяться. По примеру этого Павла, церковь, докладывающих до нашего дня. Письмо. И дальше апостол Павло каже, а вот ты будь пильным в всему, терпи лихо, виконуй працу благовизника, исполняй свою слуху Богу. Говорит Павло своему учению про ту нагороду, яка чеха, и она става на небоскресенье. Что хотелось бы отметить, что Ной был сам человек праведный, ходил перед Богом. Непорочно. И несмотря на то, что весь мир был развращен в то время, как пишет нам Писание, Ной смог своих сыновей удержать, ну как бы, был достаточно большой авторитет. Потому что я думаю, что у сыновей тоже появлялось множество соблазнов, смотря на этот мир. Но Ной своим авторитетом получилось удержать все-таки сыновей. Второе, что можно прийти к какому выводу, что они были послушны ему. Ной насадил виноградник, и как бы ногою лежал, и хам, увидев его, пошел рассказал сыновьям, то остальные два сына, не оборачиваясь, взяв, там написано, положим на плечи одеяло, подошли на крылья его. То есть, как бы тоже было какое-то воспитание. Да, да, было почтение к отцу, то есть отец как-то воспитал в них это почтение. Наставление отца к сыну, это отношение Давида и Соломона. Непосредственно здесь мы видим наставление Давида и Соломона. И для этого мы с вами должны смотреть в царстве. В царстве мы видим с вами, прежде всего, это выбор на царя. Здесь нужно было Давиду сделать выбор для своего сына. Давид дает наставление большое для самого Соломона. Это для нас хорошее тоже напоминание о том, что наши жены также могут принимать участие. Наставлялся отец всех одинаково. Но восприятие вот разное было. У каждого было разное восприятие, да? Мы знаем, как вот с Диной поступили, да, братья Симеон и Леви. Вот бодло поступили, да, пообещали так, а пришли, поубивали просто людей, да? И они вызвали гнев этих людей, этого народа. Вот они неправильно поступали. Вот это вот все воспитание, вот за что они ненавидели Иосифа? О том, что боялись наказания, да? Он рассказывает отцу правду о них, что они делают в безобразничестве, там, а он защищает честь отца, репутацию отца, имидж его. Они, им это не нравится. Это всем не нравится. Вот если вот посмотреть на нашу жизнь, вот, мы никто не любим отвечать. Потому что, ну как, из нашей жизни все возвращается на круги своя. Сделал гадость, получил. Оно потом возвращается через твоих же детей потом, ты будешь страдать. Поэтому я как бы сделал такой вывод, что вот эти два брата, это получается как пример, на чьей стороне ты должен быть. Также я очень рад, что каждый из нас поработал в своей группе. И мы видели с вами четыре сегодня вот этих вот примере взаимоотношений между отцом и сыном. Спасибо, братья, поделились отношения между Павлом и Тимофеем духовным. Спасибо, братья, поделились отношения Ноя и его вклад в своих троих сыновей Сим, Хам и Эфет. И потом, какие тоже эти влияния было как раз этих трех сыновей до сих пор. Потому что там благословение, которое сказал Ной, оно распространяется и до сих пор на Хама, на Эфета, на Сима. Спасибо, братья, поделились тоже взаимоотношения Давида и его сына Соломона. И очень важное, братья, спасибо, я уверен, что вы намного больше хотели сказать взаимоотношения между Яковом и его двенадцати братьям. Практическое применение, жду ваше тоже участие. Как, братья, позитивные и то, что можно делать лучше, у нас получается сегодня вкладывать в наших детей. Больше даже я хотел сказать это в вопросах школы и где-то, может быть, внешкольных занятий. У нас уже 11.10, и где-то у нас осталось 15 минут, и потом время помолиться, потому что следующее уже занятие нашего дневного центра. Поэтому давайте, ваше участие, практическое применение.